Её невероятно талантливую и красивую. Друзья, уже сейчас можно встречать аплодисментами Рита Дакота! Рита, прошу вас. Микрофон, давайте ещё раз обоим спеуты! Привет, Литва! Привет, Ашфао! Привет, люди! Привет, привет! Вас так много, как у меня. Мы перечисляли некоторое количество песен, я спросил, какие самые любимые? Теперь у меня, пока ты не слышал, у меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, какие песни назвали наши зрители здесь? Ну, наверное, синглы все, да? Полчеловека, 100% мантру, новая линия, нежность, кто поет, что да. Что-то из этого мы сегодня... Что? А, спеечки! Спеечки, ну, конечно! Старички со мной, колка, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Оу! Спеечки были 12 лет назад немножечко так. Я чувствую себя старой, когда я говорю, что у меня есть песни, которые были 12 лет назад. Ничего, Варя, сколько тебе было, когда ты первую-первую песню свою написала? Сама писала. Да, то есть такие серьезные песни начинают писать в 11. До этого в 5 я писала. Полегче, попроще. Попроще, да. Про игрушки, про оловянных солдатиков. Про солдатиков, да-да-да. Да, типа того. А где у меня мама? У меня тут мама где-то есть. Где маму? Мама. Мамочка, пожалуйста, забери меня. Мы не отдадим, пока. Просто пусть мама будет где-то рядом. Хорошо? Без мамы скучно. Да, без мамы скучно. Хорошо, ладно. Есть несколько вопросов. Я также предложил нашим фанатам, которые сегодня пришли сюда. Не говори так никогда. У меня нет фанаток. У меня есть слушатели. Слушатели. Слышатели. Слушатели. Это тусовка моих единомышленников. Ненавижу вот этого. Вот нет у меня фанатов. Сняли, не было? Не было. Ничего не говорил я такого. Да, хорошо. Слушателицы. Слушатели. Да, тусовка твоя, которая здесь собралась. Я предложил задать несколько вопросов тебе. Но в начале вопросы из социальных сетей. И один вопрос звучит таким образом. Просто ради эксперимента. Почему бы тебе не попробовать спеть не свою песню? Вот сейчас на фоне звучит та самая «Не моя песня», которую, как вы можете все слышать, пою я. Это песня «Фиолет», которую написала Катьковская вместе со своей подружкой Аленой Вартамо. И, собственно, я вписалась в этот дуэт. Я не приложила к написанию этой песни вообще ни руки, ни пальца, ни вообще ничего. Там нет ни одной строчки мной написано, ни одного слова, ни одного ничего вообще. Я только немножечко поучаствовала в записи вокала. Если вы видели мои влоги, как вы сотого раза это сделали, то это было очень сильно сложно. Суперплохо. И я решила, что, наверное, не надо мне дуэтом. Я тебе ничего не выходит. Хотя песня крутая. Крутая «Фиолет», да? Вам понравилось? Да! Конечно! Ура! А, ну, может быть, в будущем тебе понравился вообще опыт петь не свои песни? Нет. Нет? Мне очень нравится «Фиолет», мне дико нравится «Ковская», но, походу, это не совсем мое. Все-таки я вообще в целом пою только лишь потому, что есть ряд песен, которые кроме меня не может никто исполнить. То есть я же еще как автор песен пишу другим артистам. Вот. И если я пишу песню и понимаю, что я может кто-нибудь другой спеть, то скорее ее предпочту записать для кого-нибудь. А есть ряд песен, которые я не могу отдать, продать, подарить. То есть это прямо вот кусок моей души. И это те песни, которые как раз пою я. То есть никто кроме меня их не споет, поэтому я их оставляю себе. Поэтому все-таки я такой поющий автор, не певица, нет. Окей. Спасибо большое за ответ. Спасибо. Еще один вопрос из социальных сетей. Что вдохновляет тебя на песни? Я всегда говорю, что меня на мое творчество вдохновляет чужое творчество. Так было всегда. Я однажды услышала интервью одного дизайнера крутого, который сказал, что он сделал свою коллекцию безумно красивых вечерних платьев, вдохновившись показом мужских пальто. И у меня это так срезонировало, потому что я иногда слушаю, например, какой-нибудь суперпозитивный, классный, легкий регги. И мне так нравится этот альбом, что я иду и пишу какой-нибудь суперстрадаческий рок-баллада в стиле Литы Дакота. И по факту ничего общего между этими песнями нет. Но мне кажется, чужое творчество, когда оно крутое, оно зажигает вот этот самый заветный огонек внутри. И на этом топливе, на этом огоньке пишутся песни. Иногда это бывает не музыкальное творчество, иногда, например, кино меня вдохновляет, иногда книжка крутая. То есть я читаю какую-нибудь книгу и там какая-нибудь строчка, которая прямо в сердце попадает. И я впечатление свое отображаю дальше в песнях. То есть я осмысляю это и через музыку делюсь уже потом каким-то своим пониманием этого всего. Ну это, как правило, это всегда чужое творчество. Либо иногда еще бывает общение с людьми. Это супер редко случается, когда люди какие-нибудь, ну, уникальные, очень особенные, очень глубокие, тонкие. Вот пообщавшись с таким человеком, я даже могу написать песню. Как это дождается? Это какое-то слово, строчка, импульс, звук? Как это происходит? Мне всегда было очень сложно ответить на вопрос, как я пишу песни. Мне иногда кажется, что, а можно чуть потише сделать меня? А то я начинаю слушать, нормально я спела, что-то я не очень, надо перепеть эту фразу было, и я сбиваюсь с темы. Это профдеформация, не могу себя слушать. Короче, что там? Сложно рассказывать, как ты представляешь песню. Иногда случается так, что я вообще не помню, как я что-то написала, это я без шуток. Недавно со мной случилась штука такая, я писала песню «Армагеддон», кто-нибудь ждет ее, да? Есть такие точно. Ее еще нету, она выйдет на альбоме очень скоро. И там есть слово «фракталы». Так вот, я искренне не знаю, что такое «фракталы», мне пришлось гуглить с утра значение этого слова, хотя в демке оно вполне себе уверенно прозвучало. И вот у меня очень часто бывает такое, что мне приходится потом гуглить значение того, что я понаписала туда. То есть выходит, что это вроде бы вообще и не моя заслуга. То есть я некий транслятор, через который это откуда-то из космоса вот сюда вот заливается, что-то здесь как-то перерабатывается, и вот типа через пальцы и голос выходит на людей. Вот, и поэтому меня достаточно сложно задеть, ну, типа критикой моего творчества, потому что вроде бы это не меня даже критикуют. То есть если кто-нибудь говорит, что песня «Говно», я думаю, ну, а может быть и «Говно», я не знаю, или верно «Говно», или нет, я вообще ни при чем. Оно пришло, я записала, как бы вот, кому надо – юзайте, кому не надо – ну, не юзайте. Вот. То есть меня поэтому особо даже и не задевает, потому что не то чтобы это я молодец. Ну, как бы я просто такой перерабатывающая станция. Вот. Поэтому мне всегда было достаточно сложно объяснить, как я пишу эти песни чертовые. Вот. Они не выключаются. Они почему-то в голове всегда у меня работают, и я, ну, если, короче, у меня это не воспроизводится в какое-то, ну, что-то осязаемое, да, ощутимое, я очень сильно страдаю. То есть это… меня просто переполняет это все, и оно не находит выхода, и мне очень плохо от этого. Поэтому я пишу это, что не могу не писать. Вот. Как это происходит, мне очень сложно объяснить, я не знаю. Ну, твоего объяснения сейчас достаточно. Это было очень красочно, спасибо большое. Заключительный вопрос, и мы переходим к песням. Мы здесь уже до твоего появления обсуждали, насколько ты красивая. И тогда, о-о-о, да, извини, мы за спиной у тебя обсуждали тебя, да, какая ты красивая. Три главных правила красоты от Риты Дакоты. Ну, блин, я не считаю себя красивой. Мне вот, ну, это так, это так странно, когда у меня спрашивают какие-то бьюти лайфхаки. У меня есть подружка Оля Маркис, она занимается, она худеет людей. У нее, короче, школа идеального тела онлайн, и все тренируются и едят гречку. Вот. И как-то раз я что-то парилась, что после родов не могла похудеть, у меня там что-то не получалось, у меня там что-то повисло, тут у меня там какое-то пятно, что-то еще. Я говорю, я, лицо бренда купальников, мне надо сниматься в купальнике, я не могу, я на жирные колени, что мне делать? Она говорит, Лита, запомни, твое тело имеет право быть любимым, ты рок-звезда, ты не модель, забей. И мне это так назвалось, потому что я часто хочу быть супер красивой и забываю, что вообще-то я не модель и я могу быть любой. Дима, я могу там набить себе татуировок целую кучу, могу там быть вот с такими вот волосами после душа. И мне кажется, красота, она, знаете, в каком-то, она вне идеальности, что ли. Я знаю множество супер сделанных идеальных девочек с идеальными скулами, носами, губами и в этом нет красоты никакой. А иногда я вижу эту щетку, там у нее по всем канонам там, например, тонкие губы, но при этом они настолько ей идут, что если бы она там туда закачала чего-то, это было бы вообще не то. Поэтому красота, она, не знаю, она необъяснимая, что ли. То есть я не знаю, что такое нужно сделать, чтобы быть красивой. Мне кажется, единственное, что мы можем реально делать все, это ухаживать за собой, собственно. Раз мы в бьюти-корнере находимся сегодня, быть ухоженной, это уже очень круто. То есть у вас может быть любой разрез глаз, любого размера нос, у меня вообще кривой. Я, например, проколол его швейной иглой в 14, и он у меня чуть-чуть, если так посмотреть, уехал. Вот, ну так я не хожу, поэтому это не сильно парит, но как бы нос и нос. Но при этом кому-то нравится. Но при этом я стараюсь ухаживать за собой, стараюсь встать там на 40 минут пораньше. Лучше поменьше поспать, но сделать масочку там для лица, какой-нибудь уходик там. Что-нибудь, масочка для волос там, намазать что-нибудь в тело, какие-нибудь пахучие кремики. Вот, например, классный кокосовый есть у Аш-2, тоже очень люблю, там скрабы какие-то. В общем, ухоженность — это для меня красиво. А все остальное — это очень субъективная штука. Супер, спасибо большое. Давайте поаплодируем еще раз Рита Дакота. Все, не смею больше. Я прям вижу, как они на меня смотрят и говорят, уходи уже. Все, я ухожу. Сцена для вас. Поехали. Спасибо. Так, а всем будет видно меня, да? Зачем я ей так сегодня? Спасибо, Яну. Я каждый проснусь, а этой боли нет. И лучами нас дерну в комнате. Счастливый рассвет Уголками улыбки мысли о тебе Первый раз за сто лет. И твой грустный, огромный, опустевший шкаф Разноцветными платьями раскрашуя, А разбитые сердца снова склеятся Буду надеяться. Но счастье посеком Бежит ко мне не столько от тебя. Ко мне же в небе сделано сильней И благодарность тебе важнее обид. Я сумела тебя простить Я смогла эту боль пролзить Ты просто не умеешь любить Ты просто не умеешь любить Я однажды проснусь не на твоем плече Каждый звук моих песен больше не тебе Свою жизнь по словам освещаю Я, как было для тебя. Я разрешу себе легко дышать, а ты уже не враг И это первый шаг ты у меня. Практически всё, но кроме меня Я сумела тебя простить Я смогла эту боль пролзить Ты просто не умеешь любить Просто не умеешь любить Я не сумела тебя простить Я смогла эту боль пролзить Я смогла эту боль пролзить А ты просто не умеешь любить Ты просто не умеешь любить Просто не умеешь любить Но счастье повсеком Бежит ко мне ведь столько от тебя Я вижу в небе ты стены на земле Я вижу в небе ты стены на земле И благодарность тебе важнее как мир Я сумела тебя простить Я смогла эту боль пролзить Ты просто не умеешь любить 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 Спасибо! Спасибо! Всегда очень уютные такие магазинные акустики получаются Круто! Так, ну, следующую песню должны вместе спеть по-любому Сейчас все перестанут стеснять И поначалу все такие стоят, типа, не знают, что говорить Задавать ли вопросы или нет А потом уже, эй, вечеринка, рейф начинается Короче, поем с вами Почему все песни по допустику такие дворовые? Я чувствую себя Максом Коржом сейчас Пацанчик на гитаре играет Плохо сплелись Не разорвать Не распознать Без отличий мы Я проросла До глубины Ты отравил Все мои мечты Бонни и кладь Нэти и сири Не подносим И зависима Я посвящаю себя Ты убиваешь Любя Мы разорвали снаряд Мне страшно любить тебя Ведь если мы целая То будет человек Я Я не полуценная Ведь если мы целая То будет человек Я Вы! Чё так тихо? Вы! Вы! Город завязан в наших следах, Где мне тогда забывать? Ты перевернул, перезобрал, А я идея того, как терять себя. И до утра буду стирать все номера, Но знаю ты наизусть, Ты в сердце большая дыра, Ты боль моя теплая, Я теперь знаю, как умирать. И громко вместе! Мне страшно любить тебя, Ведь если мы целая, То полчеловека я, я не полноценная, Ведь если мы целая, То полчеловека... Ещё раз! Мне страшно любить тебя, Ведь если мы целая, То полчеловека я, Я не полноценная, Ведь если мы целые, мы полчеловека я, вы полчеловека я, еще полчеловека я. И теперь ваше слово, друзья. Мне страшно любить тебя, ведь если мы целые, мы полчеловека я, я неполноценная. Ведь если мы целые, мы полчеловека я, не страшно любить тебя, ведь если мы целые, мы полчеловека я, я неполноценная. Ведь если мы целые, мы полчеловека я, не страшно любить тебя, ведь если мы целые, мы полчеловека я, я неполноценная. Ведь если мы целые, мы полчеловека я, у-у-у, полчеловека я, у-у-у, и все полчеловека я, у-у-у. Спасибо! Крутые! Мне кажется, в ритуале так никто еще не пел, вообще просто куча людей поет. Кайфарики! Так, можно я за тебя подвинусь? Оп, вот так, все. У меня ноги не дотягиваются, коротышка. Все, давай хорошую песню. Песня про одну маленькую девочку, которую я дома оставила. Хотел сказать, дома забыла, оставила, целенаправленная, чтобы к вам прийти. Нет. Посмотри, глаза соленые, заслони с собой мои мечты, и другие обновленные, мы уже не мы, что мы не мы. Я не знаю, кем была вчера, и не помню, как тогда себя засыпает космос на руках. Это моя нежность, которую прятала прежде, которая где-то там между, то, что была тогда, и то, что я стану потом. Это моя нежность, что прятала целую вечность, под кожей скрывала так бережно, веришь мне, я-то я, ну, моя. Нарисуй меня на зеркалах и на стенах грязного метро, но рисуй такой, как я была, только я не та, я не тот. Ты мне показал, кто же я, поле боя хочет тишины, улыбаясь отражения, сердцем дуны. Это моя нежность, которую прятала прежде, которая где-то там между, то, что была тогда, и то, что я стану потом. Это моя нежность, что прятала целую вечность, под кожей скрывала так бережно, веришь мне, это я новая. Новая, 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 новая. Это я. Моя девочка Космос. Ты такая крошечная, что помещаешься в ладони, но такая огромная, что не помещаешься в сердце. Я буду держать тебя за руку, чтобы пройти рядом с тобой всю радость и всю волю, готованную тебе принимать и уважать твой путь. И я не хочу сказать, что люблю тебя больше всех во вселенной. Ведь я здесь для того, чтобы вся вселенная любила тебя так же сильно, как я. Это моя нежность, что прятала целую вечность, под кожей скрывала так бережно, веришь мне. Это я новая. Спасибо. Спасибо. Я вижу, кто-то из вас с детишками. Привет. У папы на шее сидит. Тимей, тимей. Класс. Так. Следующая песня новая. Ее еще нет в записи, она будет на альбоме. Вот. Но просто вы ее так сильно полюбили с акустического концерта, что я подумала, не сыграть в моей сегодня невозможно. Поэтому снимайте видосы, потом отмечайте меня. А знаете что, как лучше сделать? Давайте вы напишите в комментах под этим постом, где я вас звала всех сюда, что вы были. Чтобы мне легче было заходить на ваши аккаунты, заходить к вам в сторики и репостить. Я потом порепощу ваши сторики себе, ладно? Что если вы мне будете писать в дилект, я просто не увижу, у меня там несколько тысяч сообщений каждый день. А если мне в комментах напишите, что я сегодня был на вечеринке H2O, я смогу репостить, заходить к вам прям в сторики и репостить. Договорились? Да. Короче, давай. 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 А если ты уйдешь, всю любовь раз меня на этих похожих, я не расстроюсь даже. А если ты сгудешь, все тату про меня, проще снять кожу сразу, всю, всю кожу сразу. О-о-о-о-о, проще снять кожу сразу. О-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о, о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о, о-о-о-о-о-о, о-о-о-о, o-о-о. Я стараюсь помнить только плохое, но память по душе только какая-то. Она пилит сторис, православ сторис, А я решаю нож или створ. Нас разводят разные точки постепенно, Даже когда кроется все. Ты тоже не звони, я вроде научилась уже Жить без тебя, но как жуча твой Apple TV. Если ты уйдешь, всю любовь разменяв На этих все похожи, я не расстроюсь даже. А если ты сведешь все тату про меня, Проще снять кожу сразу, всю, всю кожу сразу. Если ты уйдешь, всю любовь разменяв На этих все похожи, я не расстроюсь даже. Но если ты сведешь все тату про меня, Проще снять кожу сразу, всю, всю кожу сразу. О-у-у-у-у, о-у-у, о-у-у-у Пуще снять кожу сразу О-у-у-у-у-у, о-у-у-у Если ты уйдешь, всю любовь с меня На этих сны похожих, я не расстроюсь даже Но, если ты светешь, снять Escape through me Прощу снять кожу сразу, всю-всю кожу сразу Прощу снять кожу сразу Прощу снять кожу сразу Прощу снять кожу сразу У-у-у-у-у-у-у Краюшная虎 snorhe, сразу Огонь У меня самые бешеные поклонники У-у-у-у-у-у Это смешно Так, эта песня есть Её можно послушать Правда, она не у меня У меня нет альбома, никакого альбома, она не у меня в программе была, а в программе группы «Монро», но мы её оттуда стащили немножечко, это моя рок-группа, если кто-то не знает. Я была раньше панкухой с синими волосами, в общем, мы очень любим несколько песен из моего панк-рок прошлого и забрали в нашу сольную программу. Эта песня именно оттуда, вы наверняка её знаете, если уходите ко мне на концерты, либо выучим сейчас. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» А если ты боишься снова дать мне шанс, Я могу сама навстречу сделать шаг. Сегодня идеальная погода, чтобы не любить меня опять. И чудесному Антону, который поиграл для нас сегодня. Спасибо, друзья, мы на небольшой перерыв уже, а потом вернемся разыгрывать ништячки. Об этом я пока расскажу, давайте аплодисментами проводим Риту и Антона. Второго Антона оставим здесь, он будет рассказывать о том, что происходит сегодня в ритуале, но Риту мы отпускаем. Поднимайся обратно на сцену, второй микрофон, вот твой микрофон. Ну, с возвращением. Приветики. Виделись. Да, и с вами мальчики почти ушли все, остались девочки. Ну, они, да, не такие стойкие, мужики и вообще слабаки. Итак, смотри, у меня к тебе вопрос первый. Мы сейчас будем вручать 6 бьюти-боксов от бренда H2O+. Сейчас я положу, посмотрю. Я знаю эту линейку. Расскажешь нам что-нибудь о том, что мы будем дарить? Расскажу. Это просто этим всем я пользуюсь сама, поэтому я точно вам расскажу, что есть что. Итак, вот это вот гель Elements для умывания. Я его на гастроли таскаю с собой, потому что он смывает все даже с глаз. Вот при этом не сушит кожу. Очень крутой. Убирает остатки косметики, подготавливает кожу ко всяким дальнейшим манипуляциям с ней. Далее. Вот это вот эссенция. Короче, эссенция, странное слово, это типа эмульсия. Короче, вот если есть крем увлажняющий, вот из него весь концентрат, самая рабочая фигушка, вот эта эссенция есть. Она подготавливает кожу к нанесению главного, моего любимчика. Если честно, я иногда халявлю и ее забываю, например, на гастроли с собой не всегда паскаю, потому что здесь достаточно большая увесистая банка. Но в Москве, когда я дома, всегда пользуюсь. А вот это, это просто король вечеринки. Это гель, гель Oasis, супер увлажняющий, при том он не забивает поры, он не липкий. У меня просто кожа склонная к жирности, я без него вообще не живу. Вот, он очень сильно увлажняет, несмотря на то, что текстура у него не жирная вообще. Это супер мат, это кожа, поры не забиты. А тут еще есть, есть еще кое-какая штука. Это штучка, в которой достигнуешь уровень увлажненности. Но это так, типа, больше, скажем, бонусом. Вот. И тут еще дорожная такая косметичка, в которой всякие пробники других, средств из других лимеек. Что здесь есть? Маска с матчей. Нет, это кремик с матчей. И, если я не ошибаюсь, вот, точно. Вот это вот маленькая штучка, это укрепляющий крем. Я его узнала издалека. Укрепляющий крем для шеи и зоны декольте. Супер, круто, круто. Классный набор. Отличный набор. И он достанется сейчас вместе. А сколько у нас штук? Шесть. Шесть, шесть. И у нас есть условия. Мы, во-первых, достаем, вот, определяем убедителя с помощью магического куба. И главное, главное условие у нас получает только тот, кто присутствует здесь. Если кто-то утром еще бросил анкету и ушел, ну, как бы, извините. Мы сейчас до вечера будем читать. Понятно, ладно. Утром уже не утро. Ну, в общем, да. Ну, вы же не уйдете никуда, да, пока вы? А кто-нибудь из вас участвовал? Поднимите руки, кто участвовал. Там вот кто-то проходя мимо. Так, хорошо, ладно. Будем вращать и доставать. Ну, ладно. Почитаем на ночь. Итак. Илья Антонюк. Илья сразу. Сразу мужики. Нет Ильи. Дальше. Нету. Дальше. А, надо еще раз, да? Старик тряхнуть. Ну, не обязательно они не вращаются. По-моему, я уже нам все испортила. Сломала нам коробочка. Я поглубже залезу. Поглубже, пожалуйста. Оп. Ага. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Светлана Юмагунова. Светлана Юмагунова. Светлана Юмагунова. Можно по четыре цифры. 985, 424 и так далее. Светлана, Светлана, Светлана. Нет Светланы. Все расстроились очень, что нет Светланы. Да я вообще не против забрать все эти средства с собой. Они у меня расходуются со скоростью света. Екатерина, Михель. Екатерина. Катя, будь с нами здесь, пожалуйста. Михель. Нет. Нету. Дальше. Ладно, едем. Сразу диск, сейчас мы услышим, что это стоит. Валентина Скорина Нет Ну, нет, собственно, и беззначен без средств Марьяна Портеропа Четыре по последней цикле, нет? Лиза Кочеткова Лизавета тоже нет Алексей Непомнящих Есть? Алексей Непомнящих Здравствуйте, Алексей Алексей, идите к нам Аллилуйя У меня свершилось Алексей Вы рады, вы теперь будете уложены Хотя бы где-нибудь, где нет бороды Все вот эти вот пары глаз женских не очень вас видят Скажите нам привет Всем привет у меня и Жора Глаза любой и Жора, ура! Привет, отлично, спасибо большое, спасибо Ну, с одним раз справились, осталось пять Елена Гуринова Елена Гуринова? Нет Нет Анастасия Меликова Не в этот раз Светлана Бадовская Нет таких Я быстро читаю, это окей Людмила Ковровская Людмила Ковровская Тоже нет Нина Кван Нина Тоже без подарка сегодня Эля Пацеля Классная Иля Очень крутая Я люблю Погнали О, что? Ольга, скорее всего Ольга Бут Ольга Бут Ольга Бут Нет? Нет Это нормально Нет, она просто по танцам все любит Господи, как сложно Наза и Мон И Мамзода Наза и Мамзода Нет Нет Окей Привет Мария Желудева Я вот так тебе, может, удобнее Спасибо, ты заботливый человек Да Рахмат Тула Машто Муравим Номер Даже номер телефона не я не 55 последний цель Все четыре, я не знаю Очень сложно Нет? Рахмат Тула Наверное Ладно Алексей А, Алексей не помнишь, что у нас еще раз что ли? Подождите Может он на это Напокупал там всего? Не-не, один подарок в одни руки Можно вам всем подарки слить? Да Не честно Так, Сергей Корженевский Если сейчас еще один мужчина выиграет, это будет вообще интересно Так, нет Ладно Ладно Енина Косенко Нету Ну ладно Виктория Ларионова Слава богу Виктория Ларионова Слава богу Вы здесь с нами Ура Виктория Танец победительницы Аплодисменты зависти Проявите, пожалуйста, все Спасибо большое Что, четыре А я, кстати, не против, если никого вообще нет Я все себе заберу Говорю, Женя Это я понимаю Мне на Новый год аж двое прислали гигантскую коробку Огромную, неподъемную У меня два охранника по очереди ее заносили домой У меня подружки за то, что у меня дома много средств аж двое приходят И говорят, у тебя же много, можно я, пожалуйста, все заберу? И они тупо забирают И мне приходится пополнять запасы каждый месяц Потому что у меня все будет Мама у меня выносит все для тела, например Катя Цыпина все крема забрала Я не против забрать И это тоже заберут, понимаешь? Так Джемма Это все Джемма Джемма Нету джеммы Джеммы нет, да Ну ладно Дай вам Бог здоровичка Что же вы все не врачами-то работаете? Машко Ма Ма 8,968,751 Все, поехали 48,50 Джемма Да, да Что-то так Там очень сложно Там не написано В смысле написано очень хоряво Да Светлана Титкова Светлана? Нет Блин, как я хочу, чтобы поскорее кто-нибудь выиграл У меня там сейчас мама скупит весь парфюм Мама остановись, хватит Остановите маму Ульяна Мартыненко Нет У него просто у мамы моя карта Мама СМСки приходят у тебя? Стоп, а телефон у нее тоже Мама подготовленная Так Дмитрий Баев Баев Дмитрий Нет Что там еще? Виктория Битина Нет Светлана Познякова Светлана Познякова Любая Светлана Нет Я шучу, ладно Нет Ангелина Багдулева Ангелина, вы должны выиграть что-нибудь сегодня Нет Нет Не выиграйте Дичиэла Елена Тимошкина Нет Светлана Титкова снова Очень хочется Светлана Титкова еще раз И еще раз Светлана Титкова Она потратила зарплату здесь Варвара Серхменко Варвара? Нет Нет у Варвары Предлагаю по очереди доставать Давай Одну ты, одну я Думаешь, я не удашусь просто, да? Светлана Куликова Нет Юлия Панина Нет 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 Ольга Куми Куми Что? Куми 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 Куми, да? Ольга 800, ой 8967 008 Валентина Чужикова Учина Так, так Кто-то пытается к нам прорваться А кто вы... Кто-кто? Кто-кто? Валентина Чужикова Ваши аплодисменты Вовремя Рита, два-один, два-один, хорошо, я сделаю тебя мужик, Алена Мартынова, пожалуйста, будь, Анна Губарева, Анна Губарева, нет, ладно, Наталья Волмзевич, Волмзевич, нет, Вероника Филина, Вероника, Галина Ларина, нет, Диана Смирнова, нет, Дарья Чунаева, нет, Юлия Леонтьева, Юлия Леонтьева, Милана Ташуева, так, у меня есть одна, Ирина Глебович, 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 А у меня Светлана Николаева, покрутить говорят, что мы, тут толку не много, Ольга Моисеева, так, нет, Ольги Моисеевой, ладно, Диля Бегимкулова, Диля Бегимкулова, нет, ладно, Лидия Полтарыхина. Нет. Екатерина Морозова. Екатерина Морозова. Ольга Беликова. Екатерина Бочкова. Стефания Сидельская. Си-си-лецкая. Сидельская. Нет. Наталья Мороз. Алексей Непомнищик. У него злая жена. Светлана Филиппова. Вера Шумкина. Бесконечный розыгрыш. Алексей Непомнищик. Я же говорю, он. Так, давайте. Анастасия Шейкина, скорее всего. Анастасия Шейкина. Анна Панина. Настя Малышева. Нет. Анна Макеева. Екатерина Санникова. Екатерина Санникова. Лейла Малик. Ольга Кайки. Кайки. Ольга. Да, это вы? Два-два. Ну-ка, ну-ка. Ваши аплодисменты. Наши выгодицы. Поднимайтесь, пожалуйста, вот сюда. Поздравляю. Танец победительницы. Анастасия Шейкина. Барашкова. Барашкова. Снова Екатерина Санникова. Или не было. Давай тогда что-нибудь еще прочитаем. А Светлана Че... 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 Лилит, короче. Лилит есть? 79,92. Нет. Елена Захарова. Нет, Елена Захарова нет. Так. Ганжина Джураева. Нет. Вторая. Иринюка Анна. Нет. Наталья Овенова. Нет. Светлана Бадовская. О! 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 Светлана! Наталья чего? Овенова. А, здрасте. Овенова. Наталья Овенова. Ваши аплодисменты. Ура! Поздравляю. Танцуй, 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 танцуй. Хорош. Спасибо большое. Кто ее доставит? Следующий. Юлия... 54,94. Юлия... 54,94. Нет, да. А, Надежда Лялина. Надежда Лялина. Нет? Нет. Юлия Сермягина. Екатерина Санникова. Илона Шкуру. Дарья Алексеева. Что вы, Дарья Алексеева? Идите тогда сюда. Ура! Мы сделали это. Ура! Пожалуйста, можно нам это? Фанфары бесконечные. Ура! Поздравляем! Ура! Ура! Теперь мы все это быстро убираем и переходим к долгожданной фотосессии. Мы тогда остаемся здесь, на сцене. Ну, мы, говоря мы, я имею ввиду тебя. Да, я пошел. Друзья, в очередь, пожалуйста, проходите. И мы быстро-быстро будем очень двигаться. Уготовьте сразу телефон, и чтобы мы прям все успели. Мы много времени потратили на этот розыгрыш. Яночка, давай ты правила расскажешь в микрофон. Я...